Дальше мы с вами поговорим о применении. Применение, смотрите, у нас тема образования и социальные проекты, соответственно, говорить о применении мы будем непосредственно вот с этого ракурса. Одна из самых популярных технологий, которая применяется у нас в образовании и которая пришла к нам уже с 2009 года, это абсолютно точно, это технология мультиджет-принтинг, о чем мы говорили, то есть это печать из гипса. Наш логотип также печатан из гипса, помните, это гипсовый порошок, послойное склеивание. Почему? Значит, данные технологии, данные принтеры изначально стали поставлять в ВУЗы, потому что дошкольные, школьные и средняя школа вообще об этом не знали. Дальше это все стало поставляться в ВУЗы, в федеральные университеты в первую очередь, потому что они начали печатать макеты непосредственно своих учебных заведений. То есть это была как, может быть, программа так называемая, когда каждый университет, каждый институт, который мог себе позволить, где бюджет позволял, он печатал макет своих корпусов, своих всех университетов, и дальше была поставка всего этого оборудования. У нас есть какой-то регион, то есть туда шел обязательно в какой-то самый крупный ВУЗ один принтер. Вот так вот по всей стране, у нас даже, когда я работала, висела карта, такая карта России, где мы отмечали флажками крупные города, куда состоялась поставка не обязательно нашей компании, а вообще всеми компаниями, которые занимались 3D. Их, правда, и на сегодняшний день единицы, кто занимается непосредственно поставками и большим оборудованием, но они есть. Соответственно, архитектура была самым первым. После того, как все же напечатали макеты своих замечательных учебных заведений, пошли печать макетов в каких-то технических факультетах и так далее. То есть когда начались какие-то разработки чего-либо, какие-то корпусные изделия, когда какие-то приборы начали разрабатывать, просто какие-то модели чего-либо, то есть они начали все это печатать. Соответственно, это дало толчок тому, что нужно было учить наше старшее поколение, старшее я про образование говорю, моделирование. То есть так зародились основы моделирования в наших высших учебных заведениях, потому что они стали устанавливать оборудование и ничего не смогли на нем сделать, кроме как архитектура. То есть какие-то это азы. По поводу архитектурных моделей у меня еще несколько слайдов. Я вам сейчас покажу, чтобы вы понимали, вот эти вещи, они размером, вот как у нас там есть маленький стульчик совсем представлен, то есть это вот такие, это уменьшенные копии всего. Архитектурные модели, различные ландшафтные дизайны, то есть мы все это делаем, печатаем. Сейчас вообще это очень модно, допустим, сделать макет Москвы, нового района, который строится и так далее. То есть какие-то Медведеву и Путину, когда они приезжают посмотреть различные новые проекты, как у нас что будет, никто уже не делает из папье-машей никакие конструкторские бюро и архитектурные организации не делают это из картона. То есть это обязательно должен быть макет, напечатанный на 3D-принтере, у которого сверху купол прозрачный, да, то есть все уже красиво, с подсветкой и так далее. Так вот все, что сверху, все делается на принтере, да, уже травка и так далее, это все украшается. И то не всегда. Вот покажу вам такой пример, пример подсолнуха, который все можете поближе посмотреть. Здесь тот самый ландшафт, он выпуклый и он сделан на 3D-принтере, да, то есть мы здесь не использовали ничего, это именно вот все сделано на 3D-принтере. Какие-то вот стыкуя несколько пластинок, потому что они же большие. Да, конечно, то есть если масштаб камеры не позволяет, то есть площадь камеры не позволяет напечатать макет полной величины, да, то, конечно, можно с такой вот, причем это материал, который прекрасно склеивается, то есть вы делаете ребра жесткости, вот здесь, да, то есть если у нас есть несколько, ну, как бы, кусков, да, этого макета, то мы здесь просто делаем широкие, такие толстые ребра жесткости, склеиваем по ним, макет не разваливается. То есть мы печатали стадион, который состоял из 8, голландский стадион, который состоял из 8 блоков. То есть его поднимали с двух сторон целиком, полностью, то есть он был вот с этого столба, такой достаточно большой склещ, то есть здесь нет предела. Дальше. Вот такие вот вещи печатают до того, как в Казани проводили Олимпиаду, да, в Казани проводили Олимпиад, да. Соответственно, до этого туда было поставлено несколько принтеров, а также были заказы оттуда, то есть прежде чем возводить какие-то объекты, спортивные комплексы, они, соответственно, заказывали печать, все это утверждали, потому что вы же прекрасно понимаете, что одно дело посмотреть на экране монитора, да, как это все выглядит, а совсем другое дело увидеть все живое, и поиграть в кубики, и посмотреть, а если здесь, а если мы здесь поменяем, а если мы так сделаем, да, то есть это совершенно другое. Также, как и не только в архитектуре, то же самое есть у нас и в промышленности, и везде, да, то есть тот же дизайн, когда мы и квартиры делаем, и в принципе какой-то, если мы собираем какой-то конструктор, какое-то устройство, то гораздо же проще иметь корпус, иметь всю электронику, но уже в этот корпус что-то разместить и посмотреть, а как оно будет, да, просто мы этим так же занимаемся. Вот применение, пожалуйста, вот такой вот тоже архитектурный объект был напечатан, причем это выпускная работа кого-то из студентов архитектурного учебного заведения. Вот еще один пример студенческой курсовой работы, это качели, ой, это сани, которые сделаны для ребенка, то есть это прорабатывался такой проект, соответственно, эти сани напечатаны с помощью 3D-принтера, здесь учтены все требования к этим саням, которые были возложены на проектировщика, да, то есть это и эргономика, это и безопасность, это и удобство, и экологические материалы, то есть это впоследствии экологические материалы, да, когда мы делали непосредственно, ну, не моя другая компания, делали дизайн-макет, то печаталось все это также на 3D-принтере. Наглядная демонстрация. Применение также в университете, миниатюрный летательный аппарат, есть такое мероприятие, неоткрытые инновации, проходит оно, я не знаю, может быть, кто-то, кто образование занимается, Лена, может быть, напомнишь, где инновационный лифт у нас была программа, не помнишь, то есть не помнишь, в общем-то оно проходит в Крокусе, я прошу прощения, забыла, как называется, чуть позже посмотрю, проходит в Крокусе, и там выставляются учебные заведения, колледжи, школы, выставляются, где был колледж РЖД как раз, да, то есть ребята придумывали, экспо-приорити называется, да, под патронажем торговой палаты, по-моему, Москвы или Российской Федерации, значит, там выставляются колледжи, производственные организации различные, да, где есть дети, которые что-то создают, вот, допустим, колледж РЖД сделал, причем для российских железных дорог, это реально, то есть это потом пошло в производство, и это стоит в нашей российской железной дороге, это какая-то станция, которая, по-моему, в финале, куда поезд подходит, вот что-то там на какой-то стоп она встает, опять же, это все можно посмотреть, то есть здесь вот пример, это миниатюрный летательный аппарат, то есть дети, мы опять же говорим о применении непосредственно образования, да, то есть дети посредством 3D-принтера могут что-то изобретать, и эти изобретения дальше идут уже в промышленность, в производство, в многосерийное производство, то есть, но это создают дети, вот оказалось бы, да, у нас инженеры столько учатся, не все, конечно, но и не могут создать, а вот дети могут. Очень широко применяется 3D-печать в робототехнике, то есть это рука, которую создали, это не у нас, это в Италии, но на тему робототехники и вообще протезирования, так как здесь у нас есть рука, вот я затрону еще эту тему, да, это вот уже пойдет и социалка, и какой-то образовательный, может быть, момент, мы не так давно продали 3D-принтер, ну, вы, наверное, все знаете, что на 3D-принтерах можно печатать, напечатали американцы экзопротезы, можно печатать уже протезы, соответственно, мы продали 3D-принтер, домашний, настольный принтер, вот такой же, печатающий по данной технологии, причем он был, да, в несколько раз хуже, это один из принтеров Пикассо, компании, который еще, да, первый, которому уже несколько лет, продали мы его в очень дальний регион, куда-то на север, человеку, который, инвалид, у него нет руки, да, насколько ее... Он потерял на производстве руку, и когда он узнал, сколько стоит сделать себе процесс, он пришел в ужас, и, а так как он, собственно, инженер-карктировщик, ему не составило труда разработать этот проект, и, собственно, за 20, там, с копейками тысяч он смог его реализовать, и, ну, дешевле, как он взялся и сделал? Не то, что дешевле, дешевле в десятки раз, потому что, когда он начал изучать этот вопрос, выяснилось, что цена колеблется, ну, от 300 тысяч рублей только за моделирование, индивидуальное, но, как бы, он умный человек, он это все дело создал сам, и напечатал на пластике, и сейчас ищет добровольцев в своей религии. Да, соответственно, это, у нас в Москве тоже есть ребята, которые этим занимаются, они получили уже патент, вот, поэтому, простите, простите, поэтому это та социалка, которая уже есть сегодня, да, и это, ну, наглядный пример, то, как 3D-печать вошла в нашу жизнь совсем близко. Ну, это, опять же, по поводу архитектурки, медицинское моделирование, как это можно применять в образовании, многие вузы, колледжи печатают примеры органов наглядно, да, то есть, они могут быть цветные, со всей кровеносной системы, кто-то печатает полностью скелет человека с органами, то есть, это позволяет улучшить понимание между студентом и преподавателем, это, да? Для перебить, я просто знаю, что есть технология, у нас в Калининграде кажется, что есть человек, который печатает органику, я не верю, что это происходит с 3D-принтером, но он, по сути, занимается печатью образцов ткани, для проверения... это биопринтинг, да, это биопринтинг, тоже историю? не совсем, биопринтинг это вообще отдельная, не то, что даже история, это отдельное направление, которое, в котором ведутся разработки у нас в России, в том числе, да, сейчас уже напечатали то ли печень, то ли что-то, печень, он, 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 да, напечатали, вот у нас... не слышу. А, Селезионы напечатали Сколково это зимой? Да, Сколково это зимой, да, да, но в прошлом и позапрошлом году проходили мероприятия в Сколково, очень такие глобальные, и там было очень много представителей Израиля, они тоже очень ведут большие разработки в этой области. По поводу Селезионки, Сергей, мы говорим, по поводу биопринтинга, что ты знаешь про Калининград? В начале этого лета наши российские ученые... Это как раз, видимо... Да, кто-то видимо уже знает, создали рабочий, ну, пока все-таки прототип Селезионки, да, потому что он еще не работает в полную силу, но, если мне не изменяет память, год назад орган проработал что-то вроде около минуты, в этом году плюс 40. То есть, да, год прошел, пройдет еще несколько лет, я думаю, все запустится, и с последнего, насколько я знаю, сейчас мышам пересаживали искусственно выращенные мышцы, я не беру там всякие переходнички сердечков и так далее, подобное, я беру такие крупные вещи, так скажем, и сейчас уже проводится на животных клинические такие вот испытания, так что пройдет еще десяток лет, и мы будем немного гипернизировать этот заревое. Ну, да, будет не овечка, доля, а люди, да? Ну, все может быть, почему нет? Да, так вот, возвращаясь, если остались вопросы, нет? Нет? Возвращаясь к применению в медицине, да, то есть, когда мы печатаем органы, печатаем какие-то части тела людей, да, то есть, это наглядное представление для студентов, это улучшает понимание между студентом, преподавателем, и гораздо проще все это объяснить, плюс, очень широко развито предоперационное планирование в медицине благодаря 3D-принтерам, то есть, опять же, печатается либо пластина какая-то, либо еще что-то, да, то есть, и наглядно демонстрируется, как будет проводиться операция. На живом человеке вы это не сделаете, да, и даже, когда студенты приходят в операционную и смотрят, но все равно, кто в обморок упадет, у кого еще, да, первые курсы, вторые курсы, и это все очень тяжело для некоторых людей. Кто-то с первого раза приходит, и у них все нормально, да, и с восприятием совсем, но как раз для предоперационного планирования это очень хорошо подходит, соответственно, вот применение в медицине, в образовании, оно достаточно успешное. Ну, пожалуйста, смоделировали череп, черепную коробку. В ортопедии широко применяется 3D-печать, у нас тоже есть очень успешный кейс, когда, наверняка, знаете, сейчас тоже распространенная тема ортопедические стельки, когда людям неудобно, у них болит спина, у них болят ноги, и, соответственно, есть аптеки, в которых у нас делают ортопедические стельки и продают уже готовые. Мы, соответственно, провели такую работу, и сейчас есть три сканера, благодаря которым создается модель ноги человека с тем изгибом, который есть, и ортопедическая стелька создается именно с той эргономикой, которая нужна вам для исправления вашей стопы. Соответственно, вы носите ее первый месяц, после 30 дней вам меняют эту стельку, и вы носите другую стельку. Соответственно, либо это можно изготовить в Германии, ее присылают сюда, но сейчас мы уже печатаем это на 3D-принтерах, это такой пилотный проект, мы сейчас их тестируем, ну, как бы, вроде все нормально, все довольны, вот, поэтому это тоже можно делать с помощью 3D-принтера. Соответственно, студенты, да, тоже этому учатся, да, конечно. Да, у меня есть ортопедический стиль. Правда, они не под каблуки, они под плоской подошли, у меня два комплекта. Это самый большой показатель. Да, ношу, поэтому я так легко об этом говорю, потому что знаю о чем. Соответственно, есть институт, спортивный институт, это опять же кейс, такой, который я вам говорю из жизни, да, это моя работа, где как раз поставили сканеры, печатаются они пока на аутсорсе, потому что принтер подорогой, но студенты тоже приходят, учатся моделировать, потому что программа, которая позволяет вам построить эту стельку, да, для правильной стопы, вот эту для исправления, она 3D программа, это 3D моделирование, соответственно, ему тоже нужно учиться. И опять же возник прецедент, то что у нас есть врачи, которые вроде все учат по книжкам, все 2D, но как только наступил момент того, что мы можем перейти на новые технологии, что-то модернизировать, модернизировать как-то лечение, им потребовались знания 3D технологий, да, и теперь мы прекрасно понимаем, то что на самом деле любую сферу образования, если взять, везде можно подвязать, ну, кроме, может быть, экономиста, хотя может быть, экономиста тоже можно подвязать. А в чем моделируют? Что? В чем моделируют? Стель? Стопы. Моделирование стопы. А, нет, нет, про приложение расскажешь? У Delcamo есть программы, их, правда, купил Autodesk, по приложению не расскажу, но могу вам вас отправить на сайт, на которую можно почитать, просто отдельно вам скажу ссылку, либо напишу вам, либо пришлю вам просто... Как называется Autodesk? Autodesk, как называется? Есть такая компания, называется Delcamo, вот Autodesk ее купил не так давно, у них есть софт, который непосредственно для ортопедии подходит. Соответственно, если говорить про медицинское, программное обеспечение, то это компания Materialize, которая выпускает программное обеспечение Mimix, оно есть отдельно, насколько я помню, для моделирования органов, потому что несколько лет назад как раз у нас был приз на этом конкурсе инноваций, которые проходили среди студентов, среди школьников, человеку выиграл студент, которому мы печатали, ой, чтобы не соврать, то ли печень, не печень, печатали что-то, или печень, или почку печатали, как раз модель с сосудами, то есть такого цветного, наглядного, он ее моделировал непосредственно в программное обеспечение Materialize. А можно будет спросить в приложении, я так думал, что презентации у вас нет, вообще, если говорить о применении 3D в образовании, то тут может быть даже как раз приложение-то актуальнее, даже принцип, потому что там принтер в конце концов в организации будет такой, какой будет, а вот чем занять детишек или студентов, детишек разного возраста, так скажем. Да, я поняла, просто на сегодняшний день, я так понимаю, вы спрашиваете про программное обеспечение для моделирования непосредственно. Да, вот как раз это следующий блок, к которому можно перейти по поводу вообще такого изначального применения в образовании, куда мы идем, да, то есть мы поговорили про архитектуру, мы поговорили про медицину, то есть про какое-то техническое применение, да, то есть когда человек хочет стать инженером, ему в любом случае 3D-образование необходимо, он должен уметь моделировать, это на сегодняшний день это просто уже обязательно. И в прошлом году, а именно 16 сентября, в 14-м году господин Медведев на заседании совета с минобразования, то есть там был такой большой форум, они говорили о применении аддитивных технологий сейчас у нас здесь в России, и о том, что это должна быть специализация, которая должна внесена быть в перечень специализаций, которые даются в вузах. И уже тогда было сказано о том, что давайте это все введем, и что мы в данном случае отстающая страна, потому что во многих других странах это уже есть. Соответственно, вот на сегодня я к вам как пример сейчас зачитаю, есть учебный план, это учреждение Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. Вот у них в 24 февраля 2015 года они утвердили учебный план, в котором есть направление в профиле образовательной программы аддитивной технологии, который рассчитан на год со своей программой, со своими часами, со своими дисциплинами. Дисциплин здесь очень много, если интересно, можете потом посмотреть. Там есть экзамен государственный, есть зачеты, и это реально образовательная программа, то есть она уже внедрена в вузы, и ее уже используют. А гистерские программы двухколичные есть? Квалификация выпускника-магистра. Это не годы, это два года. Это два года, да. Но есть просто в прошлом году на 3D Print Expo, непосредственно, кстати, кто собирается идти, обязательно сходите, возможно, там будет также посвященное этому отдельное мероприятие, посвященное этой теме. Присутствовали женщины из Министерства образования, которые занимаются разработкой непосредственно новых образовательных программ каких-то, и вот они и говорили об аддитивных технологиях, о том, что это обязательно нужно внедрять, с каким количеством часов, с какими дисциплинами и так далее. То есть вот это уже начало положено. Они сами печатают на 2D Print? Нет, они из Министерства образования занимаются разработкой новых программ образовательных, но они в 3D очень тесно связаны. Да? Да. Вы сказали, что в Москве есть люди, которые по этой программе продают какие-то... По этой программе... Ну, я имею в виду, то есть оно понятно, что в крупе там не было ни разу. Да, в МАДИ... В МАДИ. В МАДИ есть, в НАМИ есть, то есть там это преподается. В МАДИ это преподается уже, мне кажется, несколько лет, потому что у них есть 3D-принтеры, они печатают, они печатают активно. Ну, у МАДИ же есть свой полигон, авто, да, у них они этим занимаются очень плотно, и они печатают, они печатают различные вещи. Там не металлический принтер стоит, но это уже есть. Да, это как бы они печатают. В НАМИ, в НАМИ очень давно стоит оборудование, они на нем тоже... Мне интересует...